всем привет сегодня поговорим на такую актуальную тему животрепещущую как бороться с муравьями стало тепло везде поползли муравьи вчера мне позвонила знакомая говорит муравьев полно я поливаю кипятком что делаешь ты вот пожалуйста первый метод это полить кипятком и еще вчера смотрела ролик галя с малюсенькая ферма канал тоже говорит что поползли под фундаментом везде везде то есть тоже поливаю кипятком вот хочу сказать и своей алле и галле что очень много существует разных методов но что вы полили кипятком и и все завтра опять кипятком и послезавтра снова кипятком да получается есть более такие надежные методы и я про них еще в прошлом году рассказывала есть у меня ролики но так как старые ролики никто не смотрит будем снова здорово начинать рассказывать про методы которые я знаю хочу поделиться с вами может быть вам тоже пригодится то есть вот такой животрепещущий сейчас как раз самый период когда поползут муравьи и в теплице и на цветах в общем они нам наделают вреда и у некоторых даже дома вот первый метод такой чтобы избавиться дома от муравьев когда у меня здесь на даче был отдельный хозблок и в общем строили немые а строители и там под плентусами щели и в общем откуда-то приползли муравьи что я делала раскладывала просто веточки петрушки раскладывала везде петрушку по углам по плентусам петрушка засыхала я ее выметала и накладывала снова и вот так вот я наверное не знаю все лето пока думаю что петрушка то лежит муравьев то уже нет а то они на стол и в сахар и там везде везде вот опомнилась уже петрушка лежит муравьев нет вымела все с того момента у меня больше муравьев нет можно значит первый кипяток второе петрушка третий метод у нас такой когда-то раньше в москве советские времена везде везде ползли тараканы тараканов было море чем мы их травили морили не тем что покупали в магазине это все бездейственно я лично делала брала порошок борной кислоты ох не то я взяла а вот хорошо бурной кислоты варила крутое яйцо брала оттуда желток из яйца смешивала с борной кислотой с порошком и делала шарики или таблеточки и в щелочки за плентуса я даже их не выметала они так там и лежали засыхали и тараканы пропадали то есть этот метод действия и для муравьев если у вас муравьи дома там даже на улице и где-то значит варим крутое яйцо берем желток перемешиваем с порошком борная кислота продается в аптеке и продается садовых магазинах вот такая вот садовых центрах везде где продают семена сейчас вот такая борная кислота должна быть у нас у садоводов обязательно то есть делаем вот шарики или такие таблеточки и раскладываем места где есть муравьи вот еще один метод если не хочется делать такие шарики таблетки насыпаем просто борную кислоту просто насыпаем порошок борной кислоты муравьи уходит сто процентов я не говорю про то что сейчас очень много информации что значит рассыпаем манку или рассыпаем пшено я этого не пробовала может быть это тоже помогает но что-то мне в это как-то не очень верится я в таким методом не прибегала и не рассыпал ни пшено ни манку тоже в общем то имеет место быть попробуйте кому надоели муравьи попробуйте и такой вариант значит следующий вариант у меня лимонная кислота пожалуйста порошок лимонной кислоты то же самое в огороде под яблоней там везде где цветы в теплице где вы увидели муравейник рассыпайте лимонную кислоту она тоже очень действенна еще один метод значит рассыпали и забыли прям посыпали 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 не жалеючи так еще один метод теперь значит еще есть метод уксус вот такая вот уксусная кислота нет это не кислота это столовый 9 процентный уксус мы разводим две столовые ложки на 2 литра и опрыскиваем опрыскиваем уксусом также очень действенный метод опрыскивания нашатырным спиртом нашатырным спиртом тоже самое опрыскиваем если уксусом вообще можно просто поливать но я например не могу поливать в теплице потому что здесь же корни и также нельзя поливать цветы и также нельзя поливать яблони груши и вот эти вот все растения то есть получается это там где можно где нельзя где мы боимся сжечь корни поливать уксусом и опрыскивать уксусом нельзя и нашатырным спиртом то же самое хотя нашатырный спирт там написано и от муравьев и от медведки все можно можно обрабатывать можно поливать нашатырный спирт это азот и также борьба с вредителями но нашатырный спирт тоже опасно не всем людям его можно это яд и я его как бы не советую это я рассказываю как один из вариантов и самый мой любимый вообще я не знаю самый самый любимый био такой метод самый хороший метод метод которым я всегда пользуюсь у меня нет ни муравьев нет никаких кротов нет никакой живности лишней ненужной и не вредно ни корням растения растений ни животным ни людям потому что этот продукт про который я вам сейчас расскажу его добавляют в пищу его едят вот галя с малюсенькой фермы ты сказал ничем не могу потому что у меня животные собачки киски киски поэтому я поливаю около фундамента кипятком вот если ты посыпешь вот этим препаратом то твоим собачкам и кискам ничего не будет а муравьи уйдут не знаю куда уйдут то есть это вот самая моя палочка-выручалочка это посмотрите молотая корица молотая корица есть она у меня нету другой этот такой пакетик ламинированный он немножко подороже а есть простые обычные такие бумажные пакетики магазине продаются они дешевые вот молотой корицы посыпаем и дома и в теплице и на участке в огороде и около фундамента везде где вам надоели муравьи везде посыпаем молотую корицу и все и вы забудете что это такое это все безобидное это добавляется в пищу это мы едим поэтому экологически чистый продукт а муравьи почему-то от него уходят им не нравится и слава богу то есть вот мой метод который я вам рекомендую всем рассказываю это уже проверено то используйтесь пожалуйста пишите мне комментарии но может быть я не я не знаю может быть с первого раза не поможет потому что насыпали допустим на улице дождь пошел смыл насыпали в теплице полили смыли то есть тогда сыпьте еще раз и еще раза три это точно но у меня нету никаких муравьев на я на всякий случай держу пакет и не один вот молотой корицы и добавляем в пищу и вот для сада огорода это самый самый хороший метод палочка вручалочка так что я делюсь с вами вот этим методом всего вам хорошего счастья здоровья больших урожаев и чтобы у вас не было ненужных муравьев которые нам мешают жить все всем пока